В этом видео мы проведем целый день в лесу, питаясь только пайком армии Голландии, получив при этом кучу впечатлений и открыв новые локации. Близится лето, и погода с каждым днем становится все теплее, а находиться в лесу все приятнее. Пройдя около километра вглубь леса, мы нашли хорошее место для завтрака, чтобы набраться сил и продолжить путешествие. Норвежский паек выглядит вот таким образом. Мы достаем пакетик с завтраком и начинаем разбираться, что там лежит. Возможно, самым важным элементом пайка является ложка. Черный цвет почему-то и средняя прочность, мне кажется. И вы не поверите, дальше у нас витамин D3. В природе витамин D3 человек должен получать от солнца, но люди почти все время проводят в одежде, поэтому важно получать хотя бы в такой форме этот крайне важный элемент. Но дальше идет еще более необычная находка. Это, судя по надписи, самая маленькая в мире зубная щетка. И ее мы протестируем как следует после завтрака. Дальше у нас упаковка салфеток для различных целей, и мы добираемся до главного блюда. А точнее, их тут аж два. Чтобы не тратить время на разжигание костра, мы воспользуемся нашей газовой горелкой. Баллон у нее, конечно, занимает много места, но я уже заказал более компактный и в следующих видео покажу. Тем временем откроем вот такие сладкие бисквиты. Они немного покрошились, но это нам абсолютно не мешает, ведь вкус от этого у них точно хуже не станет. А если сверху их полить еще и вот такой сладкой штукой вроде нутеллы, то получается просто супер вкусно. Я еле удержался, чтобы не съесть их до конца съемок завтрака. В первом пакете у нас кажется какая-то мука. Непонятно, что с этого получится. А в другом я вижу, кажется, какие-то мюсли с молоком. Вода закипела, и мы заливаем блюдо прямо в пакетиках по указанную метку. Пока все настаивается, открываем вот такую крупную упаковку горячего шоколада. Есть еще две пачки кофе, но у нас нету столько кружек с собой. Да и не выпьем такое количество напитков даже вдвоем, ведь после какао нас ждет еще вот такой энергетический напиток со вкусом винограда. Но и это не все. Норвежцы, похоже, хотят, чтобы солдат лопнул от напитков и предложили еще вот такой бульон. Содержимого в пакетике не так много, но бульон получается достаточно вкусный. Итак, наши каши готовы. Первая из них это мюсли с кусочками сухофруктов. А вторая это вот такая жиденькая каша, похожая на манную кашу. Обе одинаково сладкие и вкусные. Дальше идет протеиновый батончик с двумя вкусами на разных сторонах. И еще внизу пакета мы нашли плюс два чая ко всем напиткам. Завтрак получился очень даже неплохой. Два основных блюда, вкусняшки и аж семь напитков. Рядом был муравейник, и мы поделились муравьями с кусочком батончика, на который они сразу же набросились. А также выдавили для них остатки шоколадной пасты. Сегодня у них очень счастливый день. Один муравей прям с головой нырнул в мутеллу. И теперь распечатываем обещанную микрозубную щетку. И ее оказался вот такой круглый зеленый ежик, который надо положить в рот и как бы жевать и перемещать вдоль зубов. Конечно, это не заменит полноценную чистку, но лучше чем ничего. Дальше мы наткнулись на небольшую речку. И я почему-то сразу рассматриваю ее с точки зрения выживания. И есть ли в ней рыба, пока не видно. Но судя по найденной ракушке, речные мидии в ней, вероятно, присутствуют. Но и вода тут точно есть, так как я вижу кучу следов животных, приходящих ее пить. По пути к месту для обеда мы увидели упавшие березы. И сейчас мы покажем интересный способ использования березовой коры. Для этого ножом надо сделать много мелких надрезов на коре под углом, как показано на видео. Вырезать и извлечь нужный нам участок. И таким образом мы получим очень хороший стартер для разжигания костра. Теперь, используя огнево, надо начесать туда немного материала. И выпустив искру, все это быстро загорается, позволяя нам получить костер. Березовая кора пропитана смолами и горит гораздо лучше и дольше, чем бумага. Взяв нож и разделив вот таким образом длинную ветку на две части, в образовавшуюся трещину можно насовать кусочков коры. И мы получаем вот такой факел для переноса огня на короткие расстояния, либо же использование его как быстроразжигаемый сигнальный огонь. Хоть коры было не так много, но горел он почти 5 минут, и потушить все это было достаточно сложно. Разместиться на обед мы решили возле той же речки. Ее звуки успокаивали, да и посуду потом помыть можно будет. А упавшее дерево послужит нам столиком с отличным видом. Первой мы достали вот такую упаковку с бисквитами. И судя по надписи, срок их годности заканчивается в этом месяце. Хотя слыхал истории, где солдатам на войне выдавали и пайки 7-летней давности. Так что жить точно будем. К бисквитам положили вот такой маленький паштетик. И вместе они были очень вкусными. В нагрузку идет еще и арахисовое масло в пакетике. Хотя паштетик мне понравился, конечно, больше. Открываем наше основное блюдо. И тут у нас что-то с чем-то. Пока ничего не понятно. Нужно заливать водой. И через 5 минут все прояснится. Дальше у нас еще одно блюдо в большой упаковке. И это оказались кусочки сушеных яблок и других фруктов. Которые почему-то также нужно залить водой. На обед у нас тоже в наличии суп. На этот раз куриный с вот такими круглыми макарошками. А если солдат захочет кофе, то он может добавить в него и сухие сливки. Получится вкусный кофейно-молочный напиток. Чего я не могу сказать о вот таком большом пакетике с травами. Их тут много, но на вкус такой чай просто полная фигня. Или может это вообще какие-то специи. Соль с перцем, кстати, на месте. И даже какой-то острый ядерный соус положили. Еще одно какао. Его мы пили утром. И вот такая уставшая шоколадка с белым налетом. Многие из вас писали, что вот такой налет это признак натуральности шоколада. Ну, будем надеяться, что это правда. Итак, главное блюдо готово. И это оказалось картофельное пюре с кусочками мяса. Кусочки мяса не очень большие, но на вкус все очень хорошо. А сухофрукты превратились в мокрые сухофрукты. И в таком виде их немного приятнее кушать. И посмотрите, какой крутой обед получился. Все тут есть. И вкусняшки, и бульон, и печеньки. А вид, какой на реку у нас открывается. Мне кажется, что если существует ресторан с видом на такую природу, то цены там будут очень высокими. А у нас все бесплатно. Даже рыбки в реке обнаружились. В пяти метрах всего-то. Бросил им немного печенек, ведь они тоже хотят кушать. Ложка, кстати, сломалась. И такое бывает. Также на реке мы увидели диких уток. Посмотрите, с какой скоростью несется вот этот папа-утка к маме и их деткам. А их тут оказалось целое стадо маленьких утят. И как только они могут прокормить столько голодных ртов. Но только посмотрите, утенок нырнул под воду. И через пару секунд вынырнул с рыбкой во рту. Вот это самостоятельность. А меня мама до пяти лет с ложки кормила. Хоть речка и не глубокая, но переходить ее через поваленные деревья было страшновато. Ведь искупаться в ледяной воде совсем не входило в наши планы. И тут внезапно ниже по склону я увидел что-то черное. И это оказался старый телевизор времен Первой мировой войны. Название бренда даже не видно. И обувь немецкого солдата, видимо. Хорошо сохранилось. Но самое интересное то, что же делает телевизор посреди леса, если до ближайшего города несколько километров. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. В пятистах метрах мы увидели еще более удивительную штуку. Это вот такие ворота, которые ведут в никуда. То есть никуда не ведут. Может если пройти через них, то телепортируешься куда-то. Но ничего не произошло. У нас заканчивалась вода, и найдя маленький ручеек, мы пополнили запасы. Можно было, конечно, набрать и в большой реке, но чем меньше ручеек, тем чище в нем должна быть вода. Плавают всякие кораблики, но после кипячения воду можно спокойно пить. Рядом с водоемом мы наткнулись на вот такую челюсть, которую кто-то поставил на бревно. Судя по выпавшим зубам, зубы ее владелец чистил редко. Возможно, это челюсть какого-то маленького динозавра или обычного зайца. Для ужина мы разместились над обрывом, с которого открывался частичный вид на протекающую внизу реку. Для разогревания еды в этот раз мы будем использовать вот такую титановую горелку на жидком топливе, роль которого будет выполнять обычный спирт. Наливаем немного в емкость и поджигаем. Горелка полностью изготовлена из титана и не раз нас выручала. Устанавливаем площадку для посуды и размещаем сверху котелок. Дальше у нас галеты из пшеницы. Они немного повреждены, мягко говоря, но даже в таком виде на них можно положить вкусный паштет из тунца, получив очень вкусную закуску. Теперь крутой протеиновый батончик с шоколадным вкусом, который дополняется таким же по размеру, но уже углеводным батончиком. Это смесь из карамели, фруктов и злаков. Дальше вот такие орешки в оболочке, знакомые нам из других пайков. Видимо солдатам они очень нравятся, раз многие страны берут их в свой набор. Особенно если запивать их вот таким порошкообразным напитком, из которого получается холодный сладкий чай. Итак, открываем главное блюдо. Тут какая-то желтая смесь и сразу же заливаем ее водой, которую набрали из ручья. Но осталось еще немножко воды, которой хватит и для горячего вкусного бульона. Через 5 минут открываем, и блюдом оказывается какая-то желтая каша с овощами и достаточно крупными кусочками мяса. На самом деле очень вкусное. Более того, на ужин остался еще напиток какао, чай и кофе со сливками, на которые у нас уже просто не хватало воды. Да и пить столько напитков было некому. Ужин получился не менее разнообразным, чем другие приемы пищи. И в целом паек, конечно же, заслуживает высокой оценки. Солнце уже садилось, и мы, проведя насыщенный день, отправились в направлении дома. Посмотрите наше прошлое видео, оно тоже интересное.